Ведь есть три круга жизни. Первый круг жизни — это здоровье. Здоровье связано с природой. Некоторые люди думают, что с таблетками, или с операциями, или с посещением терапевта. Терапевт же не состоит из энергии, которую дают тебе здоровье. Пусть ты подходишь к терапевту раз, и в нем энергия солнца, из него вышла энергия земли, воды, воздуха, и бац, это здоровье. Нет. Можешь провести диагностику, дать какие-то советы, но большинство людей не знают, так же, как врачей, что человек здоровье берет от природы, что мы дети природы, а не телевизоры, таблеток. Это древние знания. Я когда начал изучать тибетскую медицину, китайскую, я думаю, какие стихии, зачем стихии. И потом, понимаете, долго-долго я это изучал, я понял, почему. Потому что вот эти стихии, все природы, они в нас живут. И если в нас не хватает чего-то, мы болеем, все. В этом вся причина. Понимаете, это и означает, что Бог живет в природе. И когда человек любит природу, по-настоящему любит природу. Это значит, что через эту любовь, а именно через любовь происходит контакт, всегда нужна любовь. Любовь к людям дает социальный статус человеку, хорошей силы в обществе. Он не может быть одиноким, любой человек по определению. Любовь к природе дает человеку силы здоровым быть. Любовь к Богу дает победу над судьбой, преодоление, препятствия. Допустим, меня хотят посадить. Или меня хотят выгнать с работы. Или муж уходит из семьи. Или как бы не могу жить на Украине, тяжело. Или еще, или много таких. Все это означает трудности судьбы. Это означает, что есть препятствие в какой-то жизни. Оно преодолевается с помощью молитвы. Люди не знают об этом. Они думают, что оно преодолевается, если я отвлекусь от этого. Как ты об этом вычешься? Некоторые психологи говорят, но если тебя муж мучает, ты не обращай внимания. Надо этому психологу воткнуть в попу и в булочку. И сказать, ну, не обращай внимания. Если он постарается, надо еще дальше. Посмотрим, он сможет или нет. Не обращай внимания. Боль бывает телесная, бывает умственная, чувственная. Боль в разуме бывает. Это та же самая боль. Если, допустим, чувства не могут соприкасаться с мужем, это боль, как на нее не обращать внимания? Невозможно не обращать внимания. Потому что, когда человеку больно, что происходит с ним? Все сознание, вся его психика концентрируется на боли. И в результате разум ослабевает. Что такое разум? Это то, что связывает нас с источником счастья. Человек, допустим, уже умеет там ходить, гулять на улицу, он так сильно раскрелся, он застыл и сидит. Он не может себя поднять, он говорит, все, у меня все рухнуло в жизни, я не могу, не плохо. Это значит, что ему нужна помощь. Кто-то должен его под ручку взять и повезти на улицу. Потому что такому человеку любому нужен контакт с природой. То есть, видите, разум может быть попран судьбой. Между судьбой и разумом всегда идут борьбы. А мы даже не знаем, что такое судьба. А судьба – это такая сила, которая исходит из сердца человека. Это сила существует реально. Это не вымыселка. То есть, вот здесь, в области сердца находится душа, прямо здесь находится маленькая душа. Она размерами с атом. Она такая искорка вечная. Душа – это я. Трудно поверить, да? Я против большой. Но на самом деле, вот эта душа, она очень маленькая. И вокруг нее есть такой шарик, сотканный из энергии. Ты всего, если тут разрез, там его не видишь. Это на уровне энергии находится в организме. Там есть шарик такой психический, в котором находятся все поступки и события, которые мы совершали в прошлом. Сегодня у меня был разговор с одной моей старой знакомой. И мы говорили о ее детях. Я ей говорю, это твои дети, это твое прошлое. Они дляствовляют такие твои поступки в прошлом. И поэтому, чтобы они не вытворяли, тебе надо это принять. Потому что ты это не принимаешь, если ты, значит, мунтуешь против своей собственной жизни. Вот, да. Вот, то есть, видите, это факт. Муж, жена, дети, все близкие люди, когда они что-то вытворяют, это через них действует моя судьба. Теперь сразу вопрос, а если судьба у меня будет хорошая, что они не будут вытворять? Нет, не будут. Человек меняет свое поведение, это факт. То есть поведение человека сильно зависит от нашей судьбы, потому что из нашей исходит эта сила, которая заставляет его так себя вести. Но это нам неведомо. У человека есть три слоя сознания. Это описано. Ведок. Что три слоя есть в сознании. Первый слой, самый поверхностный, это наши мысли. Мысли, желания, воля человека, побуждение. Все это мы себе чувствуем. Это поверхность. Озеро ума, как говорят. Или, то есть, тонкое тело ума, или психическое тело ума. Это тот остров психический, в котором мы живем. Оказывается, ум, или манас нас на сплетит. Это целая система каналов психических, целая система, имеющая тонкую энергию, невидимую энергию. Там есть свое строение. Вот в этом строении центром является вот этот вот шарик, в котором душа находится. Там в этом шарике находятся все наши поступки, события с прошлого. Когда они выходят, мороз жесток, в луну. Начинает действовать судьба. Самая поверхность вот этого озера ума, то есть, в разрезе, не так образно говорим, в разрезе, смотрим в глубину, смотрим, да? Поверхность, это наши мысли. Потом дальше идет настроение человека. Он не сразу в себе его распознает. Он, грубо говоря, чувствует, что это не хорошее, вообще плохое настроение. Некоторые даже не задумываются об этом. Если с кем-то поругался, он думает, это мне испортили настроение. На самом деле, у тебя уже были предпосылки внутри. То есть, вот самый поверхностный слой озера ума, там находится настроение человека. А еще тут же находится его характер. Это тоже все в поверхностном слое. Характер человека. У меня такой характер, что и со мной уйдет. Не шутить. Это касается всех женщин. Потому что у женщин очень тонкие, чувствительный характер. Они к отношениям относятся очень серьезно. Когда мужчина шутит по поводу отношений с женщиной, она недовольна. И не нравится. Он говорит, ты что так со мной шутишь? Надо мужчинам знать, что надо шутить со своими друзьями. женой по поводу отношений шутить нельзя. Но если ты пошутишь по поводу себя с женой, ей понравится. Скажешь, я у тебя такой неряшный. Она скажет, да? Это правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин.